Сегодня в России стартовали выборы президента. Ровно в 8 утра в Туве открылись избирательные участки и граждане уже идут голосовать. Теплопогода в нашем регионе способствует хорошей явке на выборы. Всего в республике работает 183 избирательных участка, из них 32 в Кызыле. На избирательном участке центральной в здании Дома народного творчества с самого открытия не протолкнуться. Первыми сделали свой выбор люди старшего возраста и те, кто сегодня работает. На свои избирательные участки многие козылщане пришли в приподнятом настроении. Раньше это голосовать. Мы раньше с часы начинали, а мы там устроились около пяти часов, стояли около ухода. Это первый раз голосовать в 1954 году. С тех пор, сколько, сотни, десять раз. Но я ни один раз не ошибся. Все, сейчас тоже моя победа будет. Мой гражданский долг, потому что я осознаю, что это наше будущее, будущее России. Я считаю, что каждый гражданин страны должен голосовать за будущее страны, чтобы определить будущее страны, выбрать президента. За ходом голосования на участках следят наблюдатели для недопущения каких-либо нарушений выборного законодательства. Стоит отметить, что в избирательном участке центральной установлены так называемые умные урны. Комплексы обработки избирательных бюллетеней способны без вмешательства человека в автоматическом режиме сканировать бланки бюллетеней, подсчитывать галочки за того или иного кандидата и по окончанию голосования выводить результат. И отпускаем лицевую сторону вниз посередине. Сама автоматически обрабатывает блетение. Все, спасибо. Лицевой стороной вниз посередине. Отмечается, что каждый комплекс умных урн состоит из двух накопителей бюллетеней и двух сканирующих устройств, работающих в паре. Разработчики постарались предусмотреть в них всевозможные риски, с которыми можно столкнуться при автоматизации процедуры подсчета голосов. Так, на случай отключения электричества на избирательном участке в каждом комплексе предусмотрен резервный источник питания, на котором умная урна способна протянуть около часа. Также комплексы не имеют доступа к сети интернет, что сводит на нет угрозы хакерских атак. Продолжение следует...